Военная обстановка в Сирии 31 января 2018 года 30 января при проходе турецкого армейского конвоя через город Аля-Тарип в провинции Алеппо в результате подрыва автомобиля со взрывчаткой была уничтожена одна единица турецкой техники и еще несколько получили повреждения. Согласно первоначальным сообщениям с места события, в результате теракта погибло два или три военнослужащих. Новостное крыло Хаят Тахри Рашам, бывшая джипхата Нусра, сирийское крыло Аль-Каиды, даже заявило о том, что данный конвой попал под артиллерийский обстрел или авианалет лояльных правительству сил. Позже Генштаб Турции опроверг первоначальные сообщения и заявил о том, что в результате инцидента погиб гражданский сотрудник вооруженных сил Турции, а также получили ранения другой гражданский сотрудник и один техслужащий. Военные добавили то, что конвой был направлен в данный район в соответствии с соглашением о создании зоны деэскалации, заключенном с Россией и Ираном в ходе астанинских переговоров в мае этого года. Согласно сообщениям, данный конвой направлялся в город Аляиз, который расположен возле позиции сирийской армии на юге провинции Алеппо. Если вооруженные силы Турции смогут усилить свое присутствие в данном городе, то они смогут не допустить наступления сирийской армии на боевиков в данном районе. Интересно отметить то, что в настоящий момент город Аляиз контролирует группировка Хаят-Тахри-Рашам. Таким образом, заявление турецкого руководства о том, что турецкие подразделения собираются воевать против данной террористической группировки, по меньшей мере вызывают вопросы. Между тем, на северо-востоке провинции Хама сирийская армия возобновила проведение операций и заняла высоты Расам-Дахиль и Тавила. Тактическая цель текущего наступления – занять деревню Джубзрайк и нарастить давление на террористов ИГИЛ на территории всего Котла. К западу от города Абу-Адухур сирийская армия заняла населенные пункты Азу, Джафар и Хафия, а также провела наступление на населенные пункты Хальбан, Захбия, Джадидо и Тавиль-Халеб. Город Абу-Адухур по-прежнему остается уязвим к атакам Хаят-Тахли-Расшам с северного направления. Таким образом, сирийская армия потребуется в ближайшее время расширить буферную зону вокруг города. В районе кантона Африн вооруженные силы Турции, поддерживаемая Турцией часть свободной сирийской армии, заняли деревни Сати-Ушаги и Халиль-Кулку, а также провели наступление в направлении на высоту 915. Курские формирования YPG и YPJ провели череду атак на позиции вооруженных сил Турции и свободной сирийской армии на горе Берсая, однако не смогли вернуть контроль над ней. Вооруженные силы Турции, свободная сирийская армия, начали военную операцию против курдских формирований в Африне 20 января. Начиная с того дня, несмотря на очевидное преимущество в огневой мощи и военной технике, протурецкие силы достигли лишь частичных успехов. Между тем, вызывают вопросы и заявления Генштаба Вооруженных сил Турции о том, что в ходе операции было уничтожено свыше 649 курдских бойцов. Продолжение следует...